Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 228. События дня. Исаия 8.10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. 27 июля 2016 года. Вот сейчас заряжаю я один. Вчера с вечера не было доступа к интернету. То есть нету и все. Сегодня все утро пробился. И вот сейчас время пол 11 уже, кое-кое как открылось. И звонил уже в Барнаул. Проехал по Потеряевке, к Игорю Барабашу, к Чукам заехал, к Андрею, у Никиты, у Виктора. Ни у кого интернет не работает. Что-то где-то как-то с какими-то этими мегафонами, не знаю ничего. Ну считайте дальше, что. Вот на нас гонение. Вот кто все это устроил. Достоверно. Вот кто. Главный гонитель наш в православии и его помощники отдела миссионерские. Заказное на нас гонение было. А теперь все приоткрылось. А на траве там, я не знаю, может даже за деньги это делали усердно. Просчитайте. Что это за человек? Зачем он уже много раз объяснен? Это объяснение не мои. Считали его слово важное. Вот сказал там он секта. Или сказал не секта, уже все за основу. То есть потемненное сознание людей, грубость, плотоядие. Духовный человек его сразу обнаружит за тысячу верст от себя. Другой запах. Волчий. Лжепрофессор. Наркоман. Враг. Христианство все выставляет в дурном свете. Вот в чем дело-то. От имени христианской церкви. То есть это масоны послали его Израиле и Америка там, где учился и прочее. То есть такая кандидатура, которую легко можно сметать, как пешку. 20 лет деньги получал где-то. Его сразу видно. В галстуке стоит. Подрывной деятельностью. Это не мои слова. Повторяю, вот откуда взято. Я только перекопировал. Липоев профессор Шалатан. Вчера мы целый день молились. Был суд. Как бы надо мной. Над детским лагерем. Толком ничего я не понял, чем это закончилось. Вот так. Немножко сами считайте. Как говорит, результивная часть была вчера прочитана. А что положено, все остальное будет завтра. В пятницу. Сергей Козлюк. Игнатий Тихонович. А что вам инкриминирует? Да я понятия не имею. Что? То, что 45 лет занимаюсь чужими детьми. Всю пенсию мизерную туда отдаю. Ни одного больного. Ни одного поврежденного. Все крепкие. Никакие палочки на них не действуют. Не болеют. Ни одного погибшего. Но за это только. А больше не до что. Ничего больше. Речь-то о лагере идет. Дети сытые, обутые, веселые. Купаются, загорают. Здоровье поправляют. За это? Их лагеря, остальные я называю в сравнении с нашим гнойники разврата. Вместе с их воспитателями. Я в Америке ездил. Я говорю, ваших воспитателей я бы даже на территорию лагеря не пустил. Повторяю. Некоторые это верят. Говорят, такого лагеря больше нигде нету. Я повторяю, что и вряд ли будет когда. Вот сегодня я думаю провести здесь собрание. Уговорить, что дальше делать, как. Ясно дело, в этом статусе лагеря существовать не может. Я спрашивал, а какие-то решения принимала эта потребнадзор? Не знаю. Нам больше не было никаких документов. Они нашли как бы палочку какую-то. Это что нам палочка-то, сучок. У самих бревна в глазах гибнут дети. По 354 ребенка сразу отравляют. Как в Абакане нынче. То пишет 98 под капельницами лежат. Нам считать страшно даже. Но и вопроса никакого нету. За что? Что они хотят? С уголовной ответственности переводят в административку. Наоборот. С административной в уголовную. И для этого узнавали адреса. Прокуратура краевая занималась этим. Шли к родителям. Заранее указывали, что подписать. Какие преступления на меня навешивали. Чтобы родители жалобу написали. Повторяю. Бог Иегова. Живой и дивный Господь наш. Христос и Иисус. Не позволили этого сделать. Ни один родитель за 45 лет этого не сделал. Ни один. И нынешние все отказались. Поэтому по уголовной статье пока ничего не известно. Ну что они могут написать? Педофилия. Обычно так как там. Вот как Глеб Грозовской ему кажется фамилия. Дальше что? Потерялся ребенок. Но органы изрезали его там на продажу. Отравили. Ну не знаю, что еще может быть тут уголовное-то. Когда родители постоянно контактируют, беседуют по телефону. Это видно через мой телефон. Ну надо, чтобы воздвигнуть. Но пока ничего нет. То есть подбивала краевая прокуратура, если это все родители говорили. Ну говорили одинаково, а друг друга они не знают. То это уже уголовщина пошла. Роспотребнадзор в тандеме с краевой прокуратурой подбивает на лжесвидетельство. Мы тут посудили. Придется обращаться в Генеральную прокуратуру. Сейчас сбор подписи идет якобы Медведеву. Мне сейчас не до этого. Сейчас только сообщили, что в той неделе ко мне приходит бульдозер. Повторяю, у меня пенсия 6523 рубля. 6 тысяч! Всего с половиной. За 35 лет трудового стажа. Меня государство ограбило. Коммунистическое. Я в этом коммунистическом рае, в коммунизме жил. 62-82. Это уже 20 лет. С 82-го года. Ну, я почти 9 лет при коммунизме жил. Как Хрущев-то обещал в 62-м. Через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Из этого коммунистического рая вышел живой. Но коммунисты так не преследовали. Вот детский лагерь. Про детский лагерь говорю. А эти деньги, именно деньги. И везде штрафы на дорогах. Все увеличивает. Никак они не наберут достаточно, чтобы сказали хватит. Хватит. Я нигде столько пуза-то их не видел, как в полиции и милиции. Нигде. Потому что везде надо кланяться. А тут никак. Брюхом вперед. Их и стреляет-то. В пузо уже не промажет. Как дед Хасан. Как Япончик. Вот. Иванков. А стреляет так, чтобы они дольше мучились. Как раненые. Вот что. Весь вопрос состоит только в лагере. Да. Я думаю, что где-то кому-то уже заплатили, чтобы вас оттуда выжить. Да, так. Я так и думаю. Без этого сейчас нигде не делается. Самый коррупционный район в России. И потом сало низкая зарплата. Алтайский край. Им зарплату маленькую дайте. Маленькую как. Открыто говорил нелишенный юмора император Петр Алексеевич император. Говорил, что на эту должность там, где таможня, поставить людей наглых, беспринципных, там какое-то выражение такое и есть, с низкой зарплатой, эти волки, эти псы сами себя прокормят. Хорошо сказано. И вид у подчиненного должен быть лихой и придурковатый. Чтобы его не сбросили с этой долгой. Вообще молодец. Чего не скажет, то и точку. Вот так. Я отвечаю, что вчера там аудиозапись была сделана. Ее не могли прослушать, понять так глухо. Прошу тех, кому не безразлично наше дело, переведите, пожалуйста, эту запись в Word и поместите ее здесь же, на нашем форуме. Я покажу, где форум. Не удается получить доступ к сайту. Вот такая выскакивает. Спрашивает об отце Георгии Кочеткове. Я знал его раньше, много лет тому назад. Его люди приезжали к нам в Варнаул. Его книги мне малоизвестны. Что привозили, те, кто я считал только. Отношения наши с ним раньше были вполне дружественные. Да благословит его Господь Бог. Что в его трудах, если есть такое? Не по Святой Библии, не по канонам Церкви Вселенской, то есть не по книге правил, не по трудам святых отцов. Того не могу принять и не приму. То есть я говорю о том, что вот как к нему относимся. Отношусь я. Вот я сейчас об этом говорил. Вот наш мой мир. Вот он как выглядит. Сюда заходите, пишите. Тут другие страницы, где я с голубем. Туда не надо. Именно вот сюда. И вот это вот ленточный лагерь Стан. Вот по нему что-то тут. Сергей Пупков. Я только что это ему написал. Вот здесь. Видите, петиция, Путину, Адере Лапкину. Это не я делаю, это другие люди делают. Вот. Аудиозапись я написал. Вот она где. А он ее вот здесь, вот это Сергей. Кто может, прослушайте, зайдите. Вот он говорит. Дальше промотайте. Там вначале только глухо. Сел переводить в город. Ну другие тоже переводите, больше чем сравнить. Будет ли у него время. Спасибо Господи тебе, Сергей Павлович. Это наш форум. Вот такой. Вот здесь вопросы, ставьте ответы, зарегистрируйтесь. Очень большой форум, 1592 тема. Ну и наш видеоканал. Видеоканал. Я его сейчас подновлю. То есть, ну как говорится, обновить. Что тут у нас? Сегодня я поставил 4, 5, 6, 7, 5. Раза 3, 5, 6. 8 роликов поставил сегодня. Долго не мог. Воспоминания о бегстве. Это все было 57 минут назад. Вот. Снабжение продуктами бывших лагерных детей, розданных. И самое главное у нас, это, конечно, наш православный библейский сайт. Вот он. Здесь чего только нету, не буду говорить даже. И вот самое главное здесь, 4124 ответа по темам. 55 тем. Тем. Вот здесь заходит. А все взято из моих книг открытым оком. 300 томов. 30 томов. 30. Ну, что вчера решили? Ну, сказали то, что община ни при чем. Я создал лагерь за 19 лет раньше создания общины. Ну, кто кого породил? Тут и гадать даже не было. Будто бы такое решение. Ну, тут еще нужно ждать 10 дней, пока Роспотребнадзор, имеющий право обжаловать решение вчерашнего суда, даст или не даст. Мы, например, приняли его с благодарением, то, что желали. Про меня вообще там трещи не было. Ну, так говорят. Не знаю я. Ничего-то толком не понял. Ну, главное, что мы живы. И вот сегодня думаю собраться и побеседовать с всем деревенским, которые к этому делу отношения имеют, как быть дальше. То есть на будущий год уже обдумывать, как быть. Слово «лагерь истан» исчезает, и там его не будет. Главное-то нападает то, что дети едят и спят. Вот два момента надо устранить. Дело не в названии. Ну, на этом у меня как будто здесь все. Ничего другого нет. Выключаю. Благодарю. Поэтому я один. Тут я не знаю, включилась, не включилась. стою, стою, гляжу, цифры бегут или не бегут. Поэтому так долго копаюсь там. Ребята занимаются, старую проволоку распутывают. Потому что нужно еще сделать два ограждения на дальнем пруду. Бульдозер придет. Сейчас вот подсчитываю. И не знаю, войду ли я в 370 тысяч с бульдозерами. 370. При пенсии 6500. Ну, явно что, я руки не опускаю перед Богом. Все время только и просим. Те, которые злорадствовали, что вот Роспотребнадзор благословили, там, Скуратовский из Америки Виктор благословил ее Бог, а этого сектанта упыря Латкина задавить надо там. Ну, и проще-то. Ничего не получилось. Молитва достигла Бога. За нас молились очень многие в разных странах. Разных вероисповеданий. То есть, даже не могу сказать, где не молились. Все понимали. Дети многих, многих из разных стран были у нас здесь. И нет жалобы ни одной. Только положительная. Я могу показать. У нас насчитали 18 параметров, которых нет в других лагерях. Нет этого. Нет. Все положительные. Богу слава во веки веков. Аминь. Тихо. Но. Тихо. Продолжение следует...